Активисты регионального отделения ОНФ вновь подняли вопрос о введении в эксплуатацию взлетно-посадочной площадки в Анадыре. Вот уже несколько лет она законсервирована. Специалисты разных ведомств собрались на выездное совещание на месте проблемного объекта. Техническое состояние Анадырской взлетно-посадочной площадки и дальнейшие планы по ее возможному использованию обсудили активисты Общероссийского народного фронта, депутаты Окружной думы, специалисты Департамента промышленной политики и Управления капитального строительства. Выездное заседание состоялось по инициативе регионального исполкома ОНФ в рамках проекта «За честные закупки». Выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте проводилось в рамках реализации государственной программы развития транспортной инфраструктуры на 2014-2018 годы. Согласно госконтракту на выполнение всех работ, которые должны были завершиться в сентябре 2016 года, было выделено около 630 миллионов рублей, но на сегодня объект в эксплуатацию не введен. Задача стоит закончить проектирование данного объекта. На какой стадии? Стадия завершающая, то есть объект сейчас загружается на площадку для прохождения экспертизы. Я надеюсь, что в ближайшие дни, в ближайшие, в рамках нормативных сроков мы получим положительное заключение государственной экспертизы данного объекта. Дальше правительство принято решение строить или не строить. На данный момент полоса представляет собой лишь термоизоляционное покрытие из скальных пород мелкой фракции, и ее использование опасно для самолетов малой авиации. Отмечается просадка и частичный обвал покрытия. В случае доработки проекта и покрытия полосы специальным грунтовым покрытием, полоса могла бы использоваться для приема малогабаритных воздушных судов. Мы как общественники хотим сказать, что, конечно, задачи поставлены были правильные первоначально. Это посадочная полоса для удобства жителей периферии, который прилетает в Анадырь, чтобы не в угольных копях они высаживались, а чтобы напрямую в Анадыре у них была комфортная площадка, и чтобы они попадали сразу в город Анадырь. Вопрос очень важный. Мы будем его далее мониторить, будем работать в одно касание с УКСом, с правительством. И хотелось бы, конечно, получить результативность. То есть не просто деньги потратить, а чтобы была положительная результативность для граждан нашего региона. В дальнейшем вернуться к обсуждению судьбы взлетно-посадочной полосы с профильными структурами Народный фронт планирует через два месяца, когда будут получены результаты государственной экспертизы. Антон Кучин, Владимир Никитенко, Арсений Гусев, Вести Чукотка.